СПАРТАК Считаю составы играющих сегодня команд. Начнем с хозяев сегодняшней встречи. Номер первый Малов Александр, номер тридцатый Суровегин Алексей, номер седьмой Емельянов Александр, номер десятый Поляков Константин, номер двенадцатый Малафеев Михаил, номер пятнадцать Лиманов Сергей, номер семнадцать Христоков Никита, номер девятнадцать Поздов Игорь, Простите, номер восемнадцать Поздов Игорь, номер девятнадцать Колотухин Евгений, номер двадцать три Еремеев Сергей, номер тридцать семь Федосов Денис, номер сорок пять Кнатов Вячеслав, номер семьдесят семь Калашников Андрей, номер тридцать семь Савинкин Игорь, номер семьдесят первый Бабнев Сергей, номер восемьдесят семь Селякин Ярослав, номер восемьдесят девять Парфенов Вячеслав, номер девяносто один Калинин Сергей. Состав команды Спартак, город Городец, номер двадцать Сорокин Михаил, номер тридцать Курочкин Илья, номер четыре Сироткин Дмитрий, номер шесть Преснин Николай, номер семь Матунев Владислав, номер одиннадцать Нурслин Павел, номер двенадцать Александров Ярослав, номер тринадцать Тринадцать Ромузев Кирилл, номер пятнадцать Кидаров Сергей, номер восемнадцать Кустов Даниил, номер девятнадцать Везухов Антон, двадцать один Ворошилов Артем, номер сорок Ляпин Максим, шестьдесят первый Музей Алексей, восемьдесят семь Сулов Артем, восемьдесят день Никитенко. Андрей, восемьдесят четыре Козлов Михаил, девяносто первый Голубев Сергей, шестьдесят пятый Топоров Николай и девяносто пятый Шалаев Владислав. Команды встречаются уже не первый раз в этом году, первая встреча проходила в Городце, местная команда тогда победила со счетом восемь-четыре, Несмотря на то, что хоккейный клуб Суров Инвест первым открыл счет, тогда им не удалось одержать победу в гостевой встрече, И сейчас команда из Городца приехала уже на вторую игру в Суров, где сегодня будет разыгрываться, можно сказать, третье и четвертое место В регулярном чемпионате Нижегородской области по хоккею шайбой среди мужских команд высшей лиги, объясню почему, потому что на третьей строчке сейчас на данный момент находится команда как раз из Городца, Но у них одинаковое количество очков с командой из Кстова И Кстова, соответственно, занимается сейчас четвертую строчку, но Ставчане сегодня встречи с Дальним Константиновым, где матч проходит на открытой площадке И нужно, чтобы команде Кстова занять третью строчку, забросить не менее 7-8 шайб в ворота Дальнего Константинова, точнее должен быть такой разрыв Тогда команда Кстова будет у нас играть в плей-офф с третьей строчкой И, соответственно, команда Городец спускается на строчку ниже Даже в случае победы, все равно Кстова будет играть на третьей строчке А Городец будет начать соответственно Итак, что еще хотелось бы сказать, что турнирная таблица, в принципе, больше сильно не поменялась На данный момент команда из Таншаево все еще лидирует И занимает первую строчку на втором месте Держинской Вот борьба за третье-четвертое место до сих пор продолжается На следующей неделе уже стартует плей-офф Далее будут игры проходить на вылет, как вы понимаете Игра будет проходить все равно И вот первый гол забирает ворота Городца хоккейный клуб Саров Инвест С передачи Сергея Еремеева шайбу отправляет ворота Андрей Калашников, номер 44 И Саровчане опять открывает счет 1-0 И я остановился на том, что регламент проведения плей-офф будет следующим Две встречи должны выиграть команды для выхода в следующий раунд Соответственно, играется из трех игр Если команда, которая выехала на игры, потом возвращается обратно Матч проходит дома, то есть одна игра на выезде, одна дома И после этого, если в результате двух встреч не удалось выявить лидера То на следующий день будет проводиться третья встреча То есть это получается в субботу в богоселенном матче То в воскресенье, то есть на следующий день уже будет проводиться третья встреча А пока ничего у нас не меняется на площадке Саровчане пока ведут со счетом 1-0 Очень нехорошая сейчас передача в центр Засал поворотом Артем Сула Градец тоже очень такой хороший клуб Как видите, в регулярном чемпионате мы успели добраться до третьей строчки турнирной таблицы Есть поигравшие ребята, которые закончили катеринскую школу Торпедо Например, Владислав Шалаев занимался у нас в городе Когда еще был школьником Это номер 95, он сейчас капитан команды Спартак То есть есть люди, которые, в принципе, понимают хоккей И знают, что это такое не первый раз, как ходит на лед Вообще, в принципе, в чемпионате в высшей хоккейной лиге области Практически все команды чувствуют себя уверенно У всех есть опыт игровой Вот сейчас выход 2 в 1 Клепнев подает передачу на Поздова И не получается У Игоря Поздова бросок Отличный был выход Нужно было, конечно, реализовывать этот момент Естественно, хвалит Андрей Никитенко Михаила Сорокинова, именно он сегодня защищает ворота городца А вратарь хоккейного клуба «Сорокинвест» Это Александр Малу Начинает из глубины атаку свою хоккейный клуб «Сорокинвест» Проходится Сорокину выйти из ворот, чтобы остановить шайбу Вот уже гости атакуют Идет в обыгрыш Даниил Кустов Александр Малов на месте Очередной бросок поворотом И шайба полетает за пределы игровой площадки Выигрывает Сорокинвест вбрасывание Не вплывает, к сожалению, Радислав Кушин к шайбе Неплохой хоккейный клуб «Сорокинвест» Потеряна шайба Опасная потеря сейчас у ворот Александра Малова Сошла с клюшки защитников шайба Благо это закончилось броском мимо ворот Теряет хоккейский «Сорокинвест» шайба в зоне соперника Теряет шайбу в средней зоне Но опять она возвращается к нему Хорошая передача на Клепнева Нужна, к сожалению, не смог Сергей Клепнёк Пробросить шайбу себе дальше на ход Оставление на Савинкина Просок поворотом Попадает шайба Михаила Малафеева Идет в обыгрыш Сергей Клепнёк И в средней зоне теряет шайбу Теряет шайбу «Сорокинвест» Просок поворотом Шайба вновь проходит рядом со штангой Пидосов Уточная передача Шайба Попадает шайба Сгратца Просок от синей линии Подставлена клюшка И рядом с щитком проходит шайба после броска Не удается пока «Сорокинвест» вывести шайбу из своей зоны Поджали их у каких-то «Сорокинвест» Вновь потеря Нужно выводить шайбу Но опять Очень тяжело это получается у «Соровчан» Снова выход 2 в 1 Бросок поворотом Чудом Михаил Сорокин Отражает этот бросок Контр-атакует уже «Сорокинвест» Идет в обыгрыш Антон Безухов Очень высокий рост такой кист А вот и капитан И шайба в воротах Владислав Шалаев Отправляет Шайбу в ворота Александра Малова Очень хорошо на паузе убрал защитника Александр Малов тоже уже приготовился, что будет производиться бросок Но Еще немного времени Владислав Не спешил, скажем так Немного времени оставил на то, чтобы И вратарь сел В этом году «Сорокинвест» со всеми лидерами играет очень плотно Все матчи заканчиваются Пока что не в пользу «Сорокинвеста» Но видно, что ребята стараются И Немножко, немножко чуть-чуть не хватает, конечно Но То в овертайме, то по булитам Есть проигрыши, но Думаю, что все впереди и время будет Больше удивлено на плей-офф Как оно будет проходить Потому что Были премьеры в чемпионате Высшей лиги области Когда Команда с последней строчки Выигрывала Чемпионат Мочегородской области По хоккею среди мужских команд Это было в 2014 году Команда С последнего места Поднялась в плей-офф И Обыграла Так что Не думаю, что какие-то проблемы Будут у «Сорокинвеста» Все покажет плей-офф Шошин Передача на Кнатова Перепад за воротами Контантин Коляков Передача на Сергея Кликнева Чуть не точно Какой-то хороший обыгрыш На синей линии Бросок по воротам Низом Александр Малов на месте Очень плохо Получается Соровчан пока выводить шайбы Своей зоны Как-то быстро она Возвращается К хозяевам В зону Нужно, конечно Чтобы шайба не задерживалась И Выходила в среднюю Не точная передача На Игорь Савинкина Хороший пас Под дальнюю синюю линию Лафеев Бросок по воротам Попадает в плюшку Шайба Передача на синюю линию Наброс В зону соперника Покидает Владение гостей Сегодняшней встречи Вот снова атака Вроде бы начинается Но захлебывается В средней зоне Лафеев Хорошая передача на Поздова Очередной момент у Игоря Опять создает реализация Просок по воротам И шайба в ловушке У Михаила Сорокина Это значит, что в Брасовне Будет в зоне гостей Сегодняшней встречи Выигрывает в Брасовне Саровчане Хороший момент у Константина Полякова Ну Сходит шайба С крюка Очередная передача на пятачок И мимо проезжает Шайба Андрея Калашникова Приходится отбрасываться Защитникам Спартака Борьба Чтобы вывести шайбу Своей зоны Борьба у борта Хорошая передача Удается Андрею Калашникову принять Такой сильный пас Но Атакует уже Городец Очередной бросок по воротам Александр Малов Успевает Положить щиток Два в одного О, бросок по воротам И шайба в воротах Потеряли Шайбу в углу Защитники Саров Инвеста Оставили Абсолютно одного игрока И это за три с половиной минуты до Свистка об окончании первого периода 2-1 становится счет встречи Автором заброшенной шайбы становится Это Алексей Мизей Передачу отдавал ему Антон Безук Да Обидно когда шайба Пропускается буквально за несколько минут до Перерыва Гол в раздевалку Очередной бросок по воротам Винни колотухи Упевает Поставить конек Проброс фиксирует Лайтсман На сегодняшней встрече Выигрывает Саровчане Вбрасывание Идется поставление на Савинкина Потеряна шайба в средней зоне Артем Сулат Передача На пятачок Снова шайба доходит до Александра Малова Да, нужно саровчанам Концентрирование играть в обороне Теряет 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 пока наши кисти игроков в своей зоне Чужих игроков Соответственно проходят передачи И проходят броски Поляков Идет в обыгрыш Старается ему помешать в этом Сулат Теряет шайбу Не точная передача Вновь шайба Возвращается в зону Хоккейного клуба Саров Инвест Опасно может быть Просок от синей линии Мимо ворот проходит шайба Немножко даже потерялись Где находится кучу твой диск И третья шайба в воротах Саров Инвест Я даже честно говоря не понял как это произошло Видимо Александр Малов не был готов к таким событиям Буквально просто из угла Это видимо была Адресована передача на Дальнюю штангу Но Видимо она сошла и Между щитков у Александра Малов Закатилась в вороты И вторая шайба В раздевалку Уже получается Попадает На табло На табло Уже проще конечно Спартаку играть на выезде Потому что Хороший славой прием От Владислава Шошина По моему даже Потерял шлем Антон Безухов За что получает удаление Потому что продолжил Находиться на игровой площадке А это Правилами запрещено Численное Большинство Сороп Инвеста Теряет Соропчане Шайбу в чужой зоне Соропчане И чуть меньше минуты Остается До Сиска По перерыве Соропчане Дает передачу на Малафеева Остается Рообщане в зоне Но времени все меньше и меньше Нужно наверное сделать Этот выбросок Поворотом Собственно говоря Происходит И Звучит сирена Ну что ж Не уходите далеко Матч еще продолжается